друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас речь сегодня пойдет с вами о жубривых не успела я сутки назад выложить видео о жубривых в котором озвучила все что я думаю по поводу их исчезновения назвала несколько причин несколько версий сделала вывод о том что если блогер пропадает на месяц не объясняя причин своим зрителям не выходит на связь значит это показатель его неуважение к своим зрителям ну поскольку сам жубрив пару дней тому назад написал под комментами в комментах вернее под своим видео что ему некогда аира снимать не хочет в общем мои подозрения подтвердились и тут бац просто явление христа народу сразу после моего ролика они появляются то ли решили всем доказать что это не так как я говорила что они все же уважают своих зрителей то ли закончились деньги а снимать надо то ли их зацепила что подписчики стали отписываться а это действительно так сутки назад когда я снимала свой ролик о них куда же они делись у них было сорок шесть тысяч четыреста подписчиков на их основном канале да а сейчас спустя сутки сорок шесть триста то есть отписалась 100 человек с основного канала из саниного канала было чуть больше восьми тысяч а стало семь девятьсот девяносто значит люди тем самым высказали свое отношение к тому что блогеры неуважительно относятся к подписчикам ну что ж это личное дело зрителя да в общем что то из вышеперечисленного или все вместе взятые факты послужили тому что жубривой появились с новым видео и конечно же никаких друзья мои извинений ну что зачем не было извинений с их стороны все хи хи да ха ха в общем да или на первые слова когда уже шло видео когда уже видео снималась она говорит саня ну что будем снимать то ли это шутка то ли ира нам дает понять что она не понимает что съемки идут в общем да их обычная манера ржать над всем словно они знаете из подросткового возраста еще не вышли нет я не против поржать это прикольно и здорово но согласитесь когда ты целый месяц не выходил не объясняя причин а причин никаких не было просто твоя так скажем лень и нежелание сниматься как минимум нормальный бы человек взял бы сказал бы ребят извините я знаю что вы меня ждали большое спасибо всем тем кто пришел но и так далее нет даже близко здесь этого не было и опять ирочка бедная несчастная стала стонать не хочу говорит сниматься не могу ничего снимать без сани говорит вообще не знаю даже о чем говорить блин это говорит блогер с многолетним стажем ведения своего канала причем когда ира себя показала вы знаете она была вся черная с черными кругами под глазами вся уставшая вот честно не скажешь что она месяц отдыхала но не тот у нее видок и пока ира стонала что она не хочет снимать что это она знаете вот получается словно вышла до к зрителям вот так хочется спросить ну а чего зачем ты тогда делаешь одолжение не хочешь не снимай кстати пока открыты были комментарии первый час у нее открыты комментарии на ее основном канале так вот пока были открыты комментарии люди некоторые писали слушай не хочешь снимать не снимать чуть мол тут нам делаешь одолжение да я согласна действительно не хочешь снимать зачем ты стонешь напиши в сообществе что больше снимать не будешь не морочь просто людям голову которые тебе когда-то доверились да а то есть знаете вот сидит блогер и начинает набивать себе цену терпеть не могу таких есть такие блогеры которые вечно ноет и шантажируют своих зрителей своими уходами с ютуба блин хочешь уходи но и здесь такой же похожий случай и вот пока жубрева стонала жаловалась как ей как всегда тяжело все влом и лень сам жубрев сказал все думают говорит что нас не было потому что мы бухаем да сань и не просто так люди об этом думают есть повод потому что и не раз вы были в этом замечены и выходили даже в эфир выходили видео даты и бутылки у вас стояли на видном месте на кухне и саня даже снимал видео пьяный и с разбитым лицом как-то все это все естественно помнят и тут он сказал да сказала я немножко обалдела в общем говорит наши близкие подписчики и назвал несколько фамилий они знают что с нами было но саш а ничего на минуточку что у вас вообще подписчиков они несколько фамилий к не три фамилии которые ты назвал а 46300 вы несколько человек получается поставили в известность что с вами и где вы остальные получается пошли нафиг ну так в таком случае и снимайте для вот этих вот нескольких человек которые вам настолько дороги раз вы остальных не уважаете ну согласитесь ну что из того что нам показали да всем тем кто ждал что жубревы возможно делают ремонт нет ремонта нет балкон по-прежнему стоит не застекленный хотя обещали говорили вот вот только начнется апрель месяц прямо схватимся и будем будем делать ремонт нет ира кстати на наверное настолько сильно разлинилась что уже даже и девчонок решила младших не выводить на прогулку она их она сделала намного проще отдела их и вывела их на незастекленный балкон где они ходили бегали и болтались и даже не дернулась и не запереживала вот мало ли что балкон они живут на крайнем этаже балкон не застекленный да то есть они сидели с они снимали но все равно мало ли что нет ирка не дернулась нисколько девочки сами по себе но зато вместо ремонта купили котенка британца говорит для бузки будет жених в общем будет весело но и саня конечно же похвастался что он бросил курить не курит аж целых то ли пять сто ли шесть дней здесь они сырой начали спорить на эту тему рассказали кстати о том что у ириной мамы был юбилей 55 лет ездили к ней поздравлять ее на что жубри встал при детях орать зачем ира ты говоришь про юбилей сейчас скажут что мы с тех самых пор как уехали на юбилей так и бухаем на что ира говорит да пусть мол вообще говорят все что хотят согласитесь друзья мои отличное отношение к подписчикам то есть поливать что о них думают их же зрители нам говорит не по 12 лет можем и бухать и все это друзья мои заметьте говорит многодетная мать на минуточку в присутствии всех своих несовершеннолетних детей ну согласитесь темы алкоголя вообще не стоит муссировать и обсуждать в присутствии детей но видно или похрен похрен не только на зрителей но и на присутствующих детей в этот момент до собрался жубри вкрасить иру и спрашивает у нее а как будет правильно подстригешь или подстрижешь блин я чуть честно вот с кровати не упала она говорит да без разницы вообще как будет правильно да и учитывая как ты говоришь их не и вон и и иные это действительно без разницы тут уже разница никакой поэтому так в принципе и живете у семьянек как говорится вроде как говорят где у дитя без глаза да так и у них не успели взять котенка как этот бедный несчастный котенок британец уже навернулся с высоченного дивана причем жубри рассказывая об этом смеется ржет гогочит говорит я думал ему пришел трындец вот согласитесь людям которые не в состоянии в принципе ухаживать особо за собой за своими детьми я думаю не стоит набирать огромное количество животных потому что все-таки мы в ответе за тех кого приручили да неужели сложно взять купить лежаночку для котенка купить ему домик да и вообще следить чтобы он никоим образом никуда там понятно он сам не заберется но если вы его положили на этот высоченный диван значит вы следите и сами его снимать и дабы он не травмировался но нет видно им действительно сложно сложно и лень и влом как бы сказала ира сидят смеются что буся наелась у них бедная несчастная шерсть и ходит приется ей никак ее не выплюнуть они сидят все гогочут нет чтобы кому-то оторвать пятую точку и помочь своей кошки не все ржут а я вот думаю может быть тоже в лоб наверное и расчесывать бусю поэтому она и ест у них вот эти вот волосы ну а далее ира призналась что как уходили месяц назад все болели все болели до сих пор болеют короче ничего друзья мои не меняется как многие думали были мы с вами уверены что вот выйдут как ни в чем не бывало и скажут да мы все время болели затем решили показать сам процесс покраски волос причем показывали этот момент очень долго видно больше снимать было нечего за целый месяц не смогли накопить набрать материалы информации для того чтобы запилить как говорится нормальный ролик ну и в конце ира в 225 раз сказала что ей лень ей все лень но она все таки будет будет она выходить в эфир да ну типа ладно успокойтесь звезда выйдет показала себя показала грит я похудела ну блин надо думать месяц болели ну в общем да а в конце вообще знаете передавая привет и всем привет говорит любая еще кто-то там привет я так поняла привет был именно для тех близких кого они и ставят в известность что с ними и куда они пропадают в общем да со всеми близкими жубри его попрощались а остальные в принципе зрители могут и перебиться как говорится да как то так друзья мои вот так у меня сегодня получился обзор ну сами понимаете немножко эмоциональный дам вышли вышли посмотрим поживем увидим что будет дальше у меня на сегодня все всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья и еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписан на мой канал всем кто ставит лайки всем кто пишет комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока да а мы никуда не пропадаем пока